21 век Век высоких технологий и неограниченных возможностей. Перед любым гражданином цивилизованного государства открыто великое множество путей для созидания, творчества, дальнейшего развития мирового прогресса. Но есть люди, которые хотят разрушить этот мир для собственной выгоды, в угоду достижения своих преступных целей. Слишком часто новостью номер один становится сообщение о взрывах, захвате заложников или других терактах, совершаемых в различных точках планеты. К сожалению, наша страна не является исключением. Первомайское, Буденновск, Дагестан и Чечня, Москва и Беслан. На протяжении последних лет в России ежегодно совершаются десятки преступлений террористического характера. Террор в переводе с латинского означает страх, ужас. Террористы пытаются запугать, посеять панику среди населения, заставить власть пойти на уступки, используя при этом самые отвратительные способы. Взрывы в местах массового пребывания людей, захват и расстрел заложников, в том числе женщин и детей. Еще в советский период, в 1977 году, в разгар новогодних школьных каникул, 8 января в Москве прогремело три взрыва. В результате погибло семь человек, а 37 получили ранения различной степени тяжести. В результате многодневной работы сотен сотрудников КГБ, МВД и других ведомств удалось установить, что в метро взорвалась начиненная взрывчаткой чугунная утятница. Террористы тщательно скрывались, но вскоре были задержаны и преданы суду. Как ни странно, но тогда избежать паники и массовых волнений жителей помогла существовавшая в СССР цензура средств массовой информации. За весь период, только по завершению следствия, была опубликована всего лишь одна статья в Центральной газете. Сегодня же террористы заинтересованы в освещении своих деяний как можно в более широких масштабах, используя при этом огромные возможности современных средств массовой информации. Захватив заложников, они тут же зовут к себе тележурналистов. Терроризм стал главной угрозой миру и стабильности. Его подавление является общим делом всего международного сообщества. Созданная в России государственная система противодействия терроризму постоянно совершенствуется и укрепляется. С этой целью Национальным антитеррористическим комитетом проводятся учения, в ходе которых отрабатывается взаимодействие всех сил и служб, совершенствуется тактика проведения контртеррористических операций. Только за последние три года силами спецслужб и правоохранительными органами было предотвращено более 250 терактов. Работа силовых структур существенно снижает вероятность совершения теракта и зачастую предотвращает его. Но эта работа может стать гораздо эффективнее в том случае, если сами граждане своевременно проявят разумную бдительность. При этом очень важно знать, как действовать в той или иной экстремальной ситуации. На сегодняшний день наиболее распространенными способами совершения терактов являются Установка в доступных местах мин-ловушек, закамуфлированных под бытовые предметы. Захват и удерживание заложников с использованием оружия и взрывных устройств. Подрыв припаркованного или движущегося автомобиля, начиненного взрывчатым веществом. Скрытая закладка бомбы в месте массового скопления людей. Использование заминированного почтового отправления. Угрозы по телефону о готовящемся теракте. Все эти способы являются преступлениями против общественной безопасности. Лица, причастные к ним, несут строгие наказания в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Изготавливая и закладывая взрывное устройство, террористы, как правило, маскируют его под бытовой предмет, вызывающий простой человеческий интерес. Сумки, пакеты, игрушки, сотовые телефоны. То есть те вещи, которыми хотели бы обладать многие люди. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах. И крайне редко прохожие остаются к этим опасным находкам равнодушными. Помните, ценой подобной любознательности может стать ваша жизнь. Если вы обнаружили, возможно, кем-то забытую вещь в транспорте или других местах массового скопления людей, опросите находящихся рядом. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, дежурному по станции или сотруднику полиции. В случае обнаружения бесхозного предмета в подъезде своего дома опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о происшествии в ваше отделение полиции. Запомните время обнаружения находки и постарайтесь предупредить соседей по лестничной клетке. И самое главное, ни в коем случае не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Помните, даже кажущийся абсолютно безобидным найденный вами предмет может быть взрывным устройством, способным сделать человека инвалидом или привести к гибели. В последнее время в руках террористов появилось новое опасное оружие – жертвенный терроризм с использованием террористов-смертников. Как правило, участие в диверсионно-террористической борьбе смертников призвано нанести не только максимальный ущерб с большим количеством жертв, но и создать атмосферу паники, посеять неуверенность в способности государства обеспечить безопасность своих граждан. Способы проведения подобных террористических актов носят крайне жестокий характер. Террористы всегда совершают преступления дважды. Первый – когда вербуют свои ряды новых сторонников, главным образом – молодых людей. Второй раз – когда посылают их на верную смерть. При этом организаторы попирают не только человеческие законы, но и главные постулаты, которые лежат в основе любой религии. При сравнительном анализе Библии и Корана можно найти около 50% общих идей, а аналог христианской заповеди «Не убей» еще более сильно звучит в Коране. Кто убьет человека без вины, тот как будто бы убил людей всех. Статистика показывает, что организаторы терактов в качестве исполнителей все чаще используют так называемых «шахидов-смертников». Это могут быть не только мужчины, но и женщины. Такие теракты совершаются в местах массового скопления людей с применением закрепленных на теле взрывных устройств или начиненных взрывчаткой автомашин. Первостепенная задача террориста-смертника раствориться в массе людей и не привлекать к себе внимания. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную для данной местности. Тем не менее, в их одежде и поведении присутствует ряд характерных признаков. Женщины имеют головной убор. При этом возможен не только традиционный глухой платок, но и легкие газовые косынки или даже бейсболки. В летнее время одежда террориста-смертника не соответствует погоде. Просторная, предназначенная для сокрытия на теле взрывного устройства. Характерными признаками террористов-смертников являются неадекватное поведение, неестественная бледность, некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможным употреблением транквилизаторов или наркотических веществ. Желание уклониться от камер видеонаблюдения, попытка опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком. Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций принципиальной роли не играет. Между тем, анализ последних проявлений терроризма на территории России показывает стремление использовать представителей отдаленных сельских поселений южных регионов страны. При случайной встрече с таким человеком будьте предельно осторожны. Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного объекта, сообщить о нем в правоохранительные органы. Не всегда услышанная за окном стрельба связана с терроризмом. Это могут быть криминальные, бытовые или хулиганские действия. Заслышав выстрелы на улице, многие спешат посмотреть в окно, забывая о том, что в этом случае несложно оказаться жертвой шальной пули или снайпера. Поэтому, если вы услышали стрельбу на улице и хотите сохранить жизнь, ни в коем случае не стойте у окна, даже если оно закрыто за навески. Не поднимайтесь выше уровня подоконника. Постарайтесь на корточках или коленях перебраться в другие непростреливаемые помещения. Если вы увидели преступников, а вскоре обнаружили раненого, не следите и не преследуйте бандитов, а в первую очередь окажите помощь пострадавшему. Позвоните в полицию и вызовите скорую помощь. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за ближайшее укрытие, например, за угол дома или бетонную клумбу. Если вы оказались на открытой местности, закройте голову руками и лежите смирно до тех пор, пока стрельба окончательно не утихнет. Перед тем, как подняться, внимательно оглядитесь. Постарайтесь выбрать наиболее безопасный маршрут эвакуации и только после этого удаляйтесь. В случае обнаружения взрывного устройства в жилом доме необходимо обязательно покинуть квартиру. Получив сообщения от правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. Возьмите личные документы, деньги и малоразмерные ценности. При возможности возьмите сотовый телефон с зарядным устройством. Личные вещи удобнее всего сложить в просторную сумку или рюкзак. Также может пригодиться перочинный ножик, фонарик, рулон туалетной бумаги или салфетки. Во время сборов обязательно следите за временем, прислушивайтесь к окружающей обстановке. Медлительность может привести к непоправимым результатам. Оденьтесь теплее, чем вы одеваетесь обычно. Возьмите головной убор. Лишние предметы одежды в любой момент можно будет снять. Перед выходом отключите электричество, воду и газ. Обязательно закройте входную дверь на все замки. Это защитит вашу квартиру от возможного проникновения мародеров. При необходимости окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей. Не допускайте паники и спешки. Помещение покидайте организованно. Возврат в покинутое помещение возможен только после разрешения ответственных лиц. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей. Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. Захват заложников стал излюбленным оружием не только террористов, но различных групп и лиц, которые пытаются с его помощью решать свои проблемы, оказывая давление на государственные структуры. Всем лишать! Захват может произойти где угодно в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. Всегда держите входную дверь квартиры закрытой. В отсутствии членов семьи не открывайте входную дверь никому, будь то сотрудник полиции, врач или представитель коммунальной службы. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложнике, неожиданное появление группы вооруженных лиц, громкие крики, неоправданно быстрый приезд и остановка одного или нескольких транспортных средств, в первую очередь постарайтесь немедленно покинуть опасную зону в направлении противоположном появившейся угрозе или спрятаться. Не торопитесь покидать убежище, дождитесь полного затишья, внимательно осмотритесь и только после этого уходите. Если бы все-таки оказались заложником, не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия. Не ведите себя вызывающе, старайтесь не смотреть в глаза преступникам, не противоречьте им. Выполняйте все требования бандитов, старайтесь не допускать истерик и паники. На совершение любых действий сесть, встать, попить, сходить в туалет, спрашивайте у них разрешение. Если вы раненые, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. Помните, ваша цель остаться в живых. При возможности постарайтесь запомнить как можно больше различных деталей. Отличительные черты лиц преступников, возможные шрамы, татуировки, как они обращаются друг к другу, о чем говорят и говорят ли с акцентом, во что одеты и чем вооружены. Всегда помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. Ваши спасители профессионалы высочайшего уровня с огромным боевым опытом. Главное, не мешать им непредсказуемыми и спонтанными действиями с вашей стороны. во время проведения операции по вашему освобождению лежите на полу, лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как офицеры спецназа могут принять вас за преступника. Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. Террористы нейтрализованы. Заложники освобождены. Пострадавших среди личного состава нет. Можно ли распознать террориста среди обычных прохожих, пассажиров метро или наземного транспорта? Человеку, не обладающими специальными знаниями и опытом, сделать это будет довольно затруднительно. Исполнители теракта тщательно маскируются и продумывают каждый свой шаг. Внешне они могут ничем не отличаться от простых граждан, иметь документы, не вызывающие подозрений, проживать рядом в сдаваемой соседями квартире. Но важно осознать, что, казалось бы, незначительная, но своевременная информация может не только снизить вероятность проведения теракта, но и предотвратить его. Например, информация о проживании в вашем доме незнакомых, с подозрительным поведением людей или о припаркованном рядом с домом загруженном автомобиле, не имеющим опознавательных знаков или с государственными номерами неизвестного региона. Любые факты, вызывающие у вас подозрения, обсудите с родственниками и соседями. Информируйте ближайшее отделение милиции или ФСБ, а лучше продублируйте сообщения. Особое внимание следует обращать на использование арендуемых квартир и офисных помещений, в том числе подвалов. Перемещение и складирование в них предметов, которые, как вам кажется, не должны находиться в этом месте. Возможной опасностью может являться хранение больших партий мешков с сыпучими веществами. Очень важно не пытаться предпринимать самостоятельных действий в отношении подозрительных лиц или предметов. Ваша задача незамедлительно сообщить о своих подозрениях сотрудникам милиции или спецслужб. Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или МВД по месту жительства, либо по телефону доверия или на адрес электронной почты. Помните, только совместные и грамотные действия способны противостоять и уничтожить террористическую угрозу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова